всем привет с вами zorax и в прошлом уроке я обещал рассмотреть какую-нибудь адаптивную css-сетку но потом я подумал что css-сетка это по сути очень простая и банальная вещь и для того чтобы лучше понять как она работает было бы неплохо написать свою собственную этим мы займемся в этом уроке ну как я уже говорил есть много фреймворков которых уже есть это адаптивная css-сетка это twitter bootstrap foundation скелетон и во всех этих фреймворках она реализована практически одинаково проблема языка css в том что у нас до сих пор нет никакого универсального нормального средства для того чтобы без труда делать css-макет и в общем располагать элементы там где нам нужно например у нас до сих пор нет никакого надежного метода для того чтобы располагать элементы по центру по вертикали и на самом деле это не проблема языка css поскольку спецификации для более продвинутых средств layout сейчас активно пишутся например те же самые css-сетки в будущем стандартизируют и у нас появится дисплей грид и другие свойства для того чтобы было удобно верстать пока что эти сетки не поддерживаются никакими браузерами кроме интернет эксплойера версии 10 другое очень удобное и мощное средство разметки это flexbox и у которых уже в принципе довольно таки неплохая поддержка браузерами 63 процента то есть с ними можно уже начинать экспериментировать но при создании реальных сайтов мы должны использовать только те свойства которые поддерживаются очень хорошо всеми браузерами суть css-сетки в том что макет разбивается на какое-то количество колонок фиксированного размера с фиксированными отступами между ними и мы высчитываем все нужные размеры для колонок записываем их в классы и дальше оперируем не с пикселями не с процентами а с колонками для начала определимся шириной контейнера она у нас будет фиксированная и для простоты укажем ее в пикселях пусть это будет 940 пикселей и допустим мы решили что у нас будет 12 колонок с отступом между ними в 20 пикселей тогда ширина всех колонок без учета отступов будет 940 минус 20 умножить на 11 ширина одной колонки 60 пикселей и если ширина одной колонки у нас 60 пикселей то ширина двух колонок будет считаться как два раза по 60 и отступ между двумя колонками от 20 для трех колонок это три раза по 62 отступа то есть мы просто будем прибавлять в цикле по 80 и получим все нужные нам значения дадим колонкам классы span и пропишем везде нужную ширину также создадим классы для того чтобы можно было делать смещение для этих колонок назовем их offset да здесь конечно же везде будут пиксели колонки у нас будут располагаться в рядах сделаем класс row здесь пропишем нижний отступ 20 пикселей контейнер нужно выровнять по центру и теперь для всех элементов где класс начинается со слова span пропишем левый флот дисплей я инлайн и правый отступ который как мы решили у нас будет 20 пикселей и также у последней колонки в каждом ряду нужно убрать правый отступ пусть здесь будет флот райт эти селекторы могут не поддерживаться в ранних версиях анкред эксплойера поэтому для того чтобы они там поддерживались мы потом подключим скрипт который называется selectивайзер судя по описанию на в сайте он работает только с какой-нибудь из этих библиотек поэтому также перед ним подключим jquery и забегая вперед чтобы разобраться с скриптами также нам потом потребуется префикс free для того чтобы не запоминать все эти адреса я использую аббревиация в плагине который называется эмит эмит это то же самое что зонкодинг и его настройки находятся здесь здесь можно дописать разные свои сниппеты обратите внимание на то что поскольку в джейсоне используются двойные кавычки свойствах вам в атрибутах тегов нужно использовать одинарные кавычки оставим здесь пока это в таком виде и также поскольку у всех клонок в рядах у нас есть свойства флот нам нужно не забыть прописать в row клеофикс то есть пишем row-авто дисплей блок какое-то содержимое нулевая высота и клея босс это все для нашей сетки поскольку мы не выносим ее отдельный файл мы просто подпишем здесь этот кусок кода например css grid и то что будет дальше назовем main для того чтобы проверить нашу сетку сделаем какую-нибудь несложную страничку да еще одно свойство которое забыл написать это свойство бокс сайзин года бокс с этим свойством ширина пейдингов то есть внутренних отступов будет входить в ширину элемента то есть если раньше элемент шириной в 200 пикселей с пейдингом в 10 пикселей имел по сути ширину 220 пикселей теперь он будет иметь ширину 200 пикселей если не использовать это свойство то для того чтобы сделать отступ внутри колонок нам придется создавать дополнительную разметку теперь html emit это по сути тот же самый зенкодинг только немного лучше если вы никогда не использовали зенкодинг то у меня есть видео по нему в макете в первом верхнем ряду у нас будет какой-то элемент header шириной в 3 колонки в котором будет какая-то надпись вместо логотипа вот этот символ которого не было в зенкодинге но есть в эмите он позволяет вернуться на один уровень вверх благодаря нему мы можем не городить кучу скобок но кроме логотипа в этом же ряду сделаем например форму для поиска то есть поле для поиска который шириной в 3 и совсетом в 6 таким образом эта клонка будет выровнена по правому краю контейнера поскольку в сумме это все даст 12 внутри здесь будет текстовое поле возвращаемся обратно в контейнер здесь у нас пусть будет какой-нибудь слайдер на всю ширину под ним у нас пусть будет 6 каких-то превьюшек ставим сюда placeholder хотя 140 это мой собственный сниппет он развернется в такой код то есть мы берем просто картинки с сервиса placeholder размерами 140 на 100 дальше пусть у нас будет ряд в котором будет какой-то сайт бар шириной 2 колонки в котором будет меню из 6 элементов возвращаемся обратно в ряд также в этом ряду у нас будет область в которой будет какое-то основное содержимое страницы 10 колонок и здесь будет что-то вроде статьи заголовок каждого в эмите появился классный генератор произвольного текста пишем лором 5 и получаем текст из 5 слов и сделаем 5 параграфов тоже с каким-то текстом ну и дальше идет футер во всю ширину и в нем будет что-то вроде копирайта эти 5 строк в контейнере это ряды они располагаются в элементах с классом row и теперь разворачиваем все это и получаем нашу html страницу подключим файл стилей и поскольку в разных браузерах могут стоять разные отступы по умолчанию также подключим файл normalize css это что-то вроде ресета только он не обнуляет значения ну теперь напишем стиль для нашего макета слайдера сейчас вообще не видно напишем ему какую-нибудь высоту сделаем фон сделаем тень ну и это письмо это вот и Продолжение следует... По весь этот код я никак не комментирую, поскольку все эти свойства мы подробно разбирали в предыдущих уроках. Если вы смотрели предыдущие уроки, то вы понимаете, что значит все эти свойства. И также как-нибудь форматируем футер. Уже выглядит неплохо. И для того, чтобы было не так скучно, можно добавить какую-нибудь картинку в слайдер. Заметьте, что мы сверстали эту страницу с нуля, не используя никаких CSS фреймворков. Многие просили сделать урок по верстке целого сайта. И вот основа для верстки сайта. Верстка из PSD макета не будет кардинально отличаться. Разница лишь в том, что вы потратите больше времени на то, чтобы вырезать разные графические элементы. А также замерить все нужные отступы в макете и проставить их в CSS. Ну и напоследок мы сделаем мобильную версию этой страницы. Медиа запросы должны идти в конце файла. Назовем это responsive CSS grid. И я не буду делать отдельную версию для планшета, для разных ориентаций экрана. Просто сделаем, чтобы при размере экрана меньше, чем ширина макета, все колонки становились шириной контейнера. Допустим, контейнер у нас будет 300 пикселей. И также все колонки будут тоже шириной в 300 пикселей. Уберем из мобильной версии сайдбар и превьюшки. Уменьшим слайдер по высоте. И на фон поставим другую картинку. В меньшем разрешении. Можно, конечно же, как угодно менять оформление. Допустим, дописать что-нибудь в заголовке. И вот, собственно, и все. Таким образом мы получили мобильную версию нашего сайта, которую будет удобно просматривать на телефоне. Разумеется, нет смысла писать это все вручную. В разных CSS фреймворках уже прописаны все нужные размеры. То есть оптимальная ширина макета для различных мониторов, для планшетов, для мобильных телефонов, ландшафтная и портретная ориентация экрана. Поэтому качайте Twitter BotStrap, качайте Skirtan и пользуйтесь. В BotStrap, например, есть конструктор, и вы можете скачать только сетку, если вам не нужно ничего больше. На этом все, с вами был Zorox. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. И также подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Спасибо за просмотр, пока.